Прорыв, он во внутреннюю сторону, вот видно, что здесь прям все закидало. Жалобы на то, что гремит как будто бы где-то в каком-то корыте. Не нажал на колокольчик. Привет, парни, с вами Евгений Денисов, и сегодня будет обалденный выпуск, потому что сегодня мы будем заниматься Соренто Прайм. Угадайте, кто вам об этом расскажет? Думаете, я? Нет, Анатолий. И, как всегда, миллиард интересных деталей. А знаете что? Не буду я тянуть ваше время, пойдемте в центр. Очередное видео по замене интеркулера. Автомобиль 2006 год, турбодизель 2.2. Это Киа Соренто Прайм. Вот у нас тут причина замены интеркулера. Здесь выброс и здесь внизу. Сейчас мы снимем и там подробно рассмотрим. Будем снимать радиаторы, основное охлаждение, кондиционера. И также менять приводной ремень, ролики и шкив каленвала. Что для этого необходимо сделать? Первое, нужно снять бампер. По бамперу есть кое-какие моменты. То есть мы отворачиваем подкрылок левый. Надо отсоединить разъем туманки. Справа точно так же туманки разъем. И самое главное, вот разъем с правой стороны под подкрылком основной. То есть это туманки, это партроники и так далее, так далее. Интеркулер. Интеркулер вылазит вовнутрь. Сюда под АКБ вытаскивается. Но прикручивается он отсюда снаружи. Поэтому без снятия бампера вытащить не получится. Сейчас мы снимем диффузор защитный и увидим, что он прикручен отсюда. Так, что там у нас еще? В принципе, все, сейчас отворачиваем. Фары трогать не нужно. Проблема данного авто. Ошибка по турбокомпрессору. Низкий заряд турбокомпрессора. Потому что у нас утечка. Помыли датчик надува на коллекторе. По-разному называют его, кто мапсенсор, кто... Как? По-разному. Под нагрузкой при резком ускорении бьет ошибку по турбокомпрессору. То есть интеркулер будем менять. Здесь снаружи видно плохо, что он лопнул. Но с внутренней стороны мы увидим, вот там он прям залил телевизор под фарой. Сейчас снимем, все будет видно. Все это будет удобней, если снимем усилитель бампера. Снимать будем со шлангом, с проводкой. Все равно нам это делать, этого не избежать. А это мы делаем для того, чтобы снять непосредственно основные радиаторы. Форсуночками омывателя предельно аккуратно сигнал у нас остается. Снимем только проводку. 8 болтов и он будет лежать у нас внизу. Так, датчик наружной температуры. Все, усилитель у нас снят. Вот теперь снимаем диффузор. Отворачиваем, все будет видно. Наглядно видно, где у нас прорыв. Он во внутреннюю сторону, вот видно, что здесь прям все закидало. То есть это просто у нас как бы такой налет еще масляный, но вот здесь уже сквозное отверстие. Так, вот он интеркулер, вот они болты. Два болта здесь. Но я говорю же, если мы снимем сейчас радиатор, то мы можем снять его сюда наружу, в принципе. А так он снимается в основном вовнутрь. Так, вот здесь какой-то болт не закручен. Закручен, возможно, что кто-то уже снимал. Либо радиаторы снимали, либо, хотя, судя по уплотнителю, он еще родной. А может быть, не знаю, билось, панель снималась. Но я не думаю, что с завода болт не закручен там. Ну вот здесь смотрите, сейчас мы ее, в принципе, откроем. Там видно, что все полностью забито. Вообще прям подушка. Да, потом подушка. По пробегу не сказали. Надо пробег тоже заснять. Так, пробег 229,600. Так, приступим к следующему. Надо будет выдернуть аккумулятор теперь отсюда. Во избежание попадания, как всегда, закрываем сразу отверстие. Так, еще вот этот второй нам сейчас надо рассоединить. Ну, тут вот такой есть момент. Очень многие, штатная получается, вот такая, как заглушечка идет. Многие пытаются пилить ее болгаркой под плоскую отвертку. Или ковырять там, не знаю, плоскогубцами, гебельцами. Этого не нужно сделать. Сейчас интеркулер сниму, покажу, как она. Ее нужно поддеть бокорезами или клипсодером. Она выскочит и все. Можно будет ее снимать. Так, вот он у нас по интеркулеру сейчас. Попробуем его вытащить. Ну и вот здесь уже практически пробило. И в основном лопнуло вот здесь вот пробило его. Паять, клеить не получится. В принципе, это все ерунда. Вот она как забросала панель здесь. Гадостью. Так, вот. Если хомут не снимался, допустим, вот нам нужно снять. Не нужно его пилить, ковырять. Надо сделать вот так. Корезами. И все. Хомут под восьмерочку. Раз и готов. Интеркулер у нас будет новый. Говорят, последний в России остался. Даже вот он у нас идет с новыми подушечками. Еще здесь стоят. То есть, новые демпферы. Так, есть маленький момент отличия. Вот, смотрите. Наверное, все-таки это 2,2. Визуально он одно и то же. Но подушка другая. Другая. То есть, это может быть от Санта-Фе. Или от Соренто такой же 2,2. С 12-го года там по 14-й. То есть, вот эта именно подушечка. Демпфер. Она разная. Ну, вот видно тут. Потому что та тонкая будет болтаться. Поэтому мы сразу эти уберем. А эти поставим на место. И также по верхней. Посмотрим, что по верхней. Верхняя, я так понимаю, обычная у нас. Так, кронштейн. Верхний вот он здесь. Тут обычная. Тут ничего нет. Вот точно такая же. То есть, тут мы поставим новую. Все как положено. Так, и последний момент. Сейчас по радиатору с ними покажем. Потом все помоем, подготовим. Вот, еще что хотел сразу вам показать. Будем менять шкив коленвала. Сейчас быстро поднимем. Ролики гудят. Тоже ничего не трогалось. Как это выглядит. Жалобы на то, что гремит, как будто бы где-то в каком-то корыте. Или что-то еще. Там железо бьет об железо. Мы снимали уже видео по поводу замены шкива коленвала. Первый признак, можно визуально увидеть, это такой ржавый налет. Вот, то есть, если вы увидели у себя вот такую ржавчину, вот она. Это говорит, что шкив вот этот оторвался. Вот его, если даже взять его, как-то его отгибал раньше. Ролики у нас раз, два, три, четыре ролика будут. Один натяжной, шкив и ремень будут меняться. Бывает, что подтекает помпа там на уплотнении. Даже не через дренаж, через сальник, а на уплотнении. Здесь все хорошо. Тоже нам посоветовали глянуть, все посмотрели, все хорошо там. То есть, там у нас проблем никаких нет. Радиаторы сейчас оттуда отсоединим. Вытащим, разберем. Покажем, что это, что происходит на пробеге. 229 тысяч. Есть такой еще момент здесь. Здесь, то есть, по шкиву, по роликам ничего не сделаешь. Если на предыдущих автомобилях, так как с такого двигателя, Santa Fe и Sorento, был отдельный какой-то пыльничек, ключок для ремня, для роликов привода, то здесь все под подкрылком. То есть, подкрылок надо отворачивать практически полностью, весь снимать. Иначе туда не залезть. Также защита имеется большая, такая, довольно плохого качества, которое отламывается все болты постоянно, все выламывается. Так, трубки кондиционера. Отворачиваем также блоком, отворачиваем вот здесь. Две у нас они. Еще сразу тоже закрываем, как всегда. Так, и охлаждение. Оцениваем верхний, оцениваем нижний. Верхний нам отсоединить отсюда удобно, нижний оттуда. Поршня, которая с дырками, вот это помню, в пищеничаток. Когда на вазе 2106 сверлили. Это ты про КПауэр, который просверлил? Да, 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 да. А, вот он что. Не, ну по этим отверстиям очень много было там всяких обсуждений. Я, конечно, не занимаюсь бензиновыми движками. Много было. Что-то в этом есть, в этих отверстиях, в поршнях. То есть, согласен. Но как-то надо все-таки это, может быть, немножко доработать. Но не в корейских. Зачем? Может быть, и в корейских. Но просто немножко надо там все это было... Да, что-то, может быть, увеличить, что-то сделать. Но в целом идея неплохая. Только вот немножко она непродуманная, как мне кажется. Так, вот так выглядит весь ужас пока здесь. Все, мы сняли вот переднюю панель. Как раз у нас будут здесь ролики хорошо менять. А также, если будете мыть радиаторы, необходимо обязательно проверить демпфер генератора. Обязательно. Сейчас мы тоже это будем делать. Шкив здесь демпферный. Просто дело в том, что генератор вот он, здесь перед нами стоит. И сейчас это будет дешевле и для клиента, и удобно, быстро для меня. Однократно. То есть, он клинит, ремень издает такой резонанс и такой пластиковый звук на сбросе. Особенно, когда сбрасываешь газ, появляется этот нехороший звук. Ну, вот такой большой вентилятор. Реостация для охлаждения. Это для включения, то есть, регулировки скорости вентилятора. То есть, он должен всегда охлаждаться. Так, и теперь непосредственно сам здесь защелки пластиковые. Так не хотел я снимать эти колечки уплотнительные. Вот здесь что-то темное. Вот как будто бы как стружечка. Возможно, что компрессор стал кидать немного. Ну и вот она картина. Вот так все это выглядит за 229 600. Так, ну вот все, у нас осталось, чтобы проверить шкив. Шкив проверить очень просто. Там есть внутри крыльчатка охлаждения, вращения. Можно сзади аккуратно, но не стоит, лучше спереди. В одну сторону он должен проворачиваться. Если мы останавливаем ротор, а в другую должен стоять. Вот я останавливаю ротор, и вот он рукой крутится. Свободно, без хруста, без шелеста, без ничего. А в другую сторону он уже блокирует. Все, шкив мы оставляем. Ролики, вот они прям, он прям отваливается практически. У нас ролики будем менять. Ну сейчас по роликам этим мы согласовываем. А здесь по радиаторам уже все моем, делаем. И, конечно же, после замены интерколера будем делать, погреем, делать компьютерную диагностику. И в целом глянем, как это вообще у нас, что с надувом. Я уже, правда, не помню, потому что это было недельки две-три назад. Ну, в целом делается вот все вот как-то так. Поэтому, если вдруг захотите сделать сами, задумайтесь, стоит ли вам браться за это. Вот. Либо, допустим, сэкономить свое время. Приехать, и мы все сделаем. По всем нюансам рассказали. То есть, по съемам бампера. То есть, понятно, разъемы под подкрылками. По ролику шкиву, я думаю, к коленвала там нет никаких проблем. Вместе со шкивом коленвала рекомендуем менять сальник коленвала передний. То есть, что мы будем здесь делать? То есть, при замене шкива мы его обязательно ставим новый. И, в принципе, в принципе, все. Заправим также кондей. Зальем охлаждающую жидкость. Жидкость у нас антифриз зеленый, чистенький. Полусю производить замену не будем. Ну, все. Пойдем мыть радиаторы. Идет сборка в обратном порядке. Радиаторы помыли. Все тут у нас чистенько. Вот туда, прямо внутрь, видно, что все с химией. Все вымыли, очистили. Мойки очень аккуратно, если мойки теркером, чтобы не погнуть соты. Также вот мы поменяли ролик натяжной в сборе. Вот этот верхний прям разваливается. То есть, у нас их 4 штуки здесь ролика. Где-то еще один валяется. И вот он шкив. Вот он звук. Вот. У него получается металлическая часть вот сюда стучит. Вот она оторвалась. И вот так стучит. И если новый шкив взять и вот так постукать, то этого звука не будет. Шкив новый уже установили. Сальник установили. Вон он наш шкив новый. Сейчас не хватает 2 ролика. 2 ролика установим. Пока соберем верх. Также будет заправка кондея. То есть, дольем охлаждающую жидкость. В принципе, тут секретов больше не осталось у нас. Ничего такого прям сверхъестественного. Все в порядке разборки и сборки. То есть, сделать это может каждый. Даже у себя на даче. Если есть. Сейчас у многих есть керхер свой. Также есть к этим керхером пенник. То есть, сами можете все разобрать. Не спеша за выходные. И собрать. Ну, а все про все у нас где-то ушло 3,5 часа. То есть, уйдет. Сейчас вот 2 часа прошло. Полтора часа еще на сборку. И все. Ну, все. До новых встреч. Идем вас. Приезжайте. Ну что, парни. Уверен, что это было интересно. С вами был Евгений Денисов. Канал ОНЗАП. Команда нашего огромного сервиса. И помните, мы обслуживаем автомобили корейского производства. По всей Москве и Московской области. А самое главное, что мы можем отремонтировать ваш мотор. Даже если вы живете где-то совсем-совсем далеко. Почему? Потому что вы можете прислать свой мотор к нам по почте. А мы уже все сделаем и отправим вам его. Исправным и с рекомендациями о том, как продлить этому мотору максимально его лайфтайм. Я забыл это слово по-русски. До скорых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайк. И помните, нажимая на колокольчик, вы получаете самый лучший контент первыми. Детка, да, ра-та-та-та-та. Думаете я? Нет. Конечно же Анатолий. Ведь Анатолий будет этот дед. Бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл. Правильно. Хотя, что я распинаюсь, Анатолий уже сделал все сам. Детка, да, ра-та-та-та-та. И я запорол дубль. Это из-за вас. Вы не нажали на колокольчик. Отработал. Не нажал на колокольчик.